Магнитогорский «Металлорг» неудачно завершил очередную выездную серию. Подопечные Йозефа Яндача во второй раз в сезоне уступили Новосибирской Сибири. Причем, как и в октябрьском домашнем матче, не сумели забросить аутсайдеру чемпионата ни одной шайбы. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Новосибирская команда, которая провалила начало сезона, проиграв 12 матчей подряд, постепенно пришла в себя. Сменила тренера, точечно усилилась и в конце осени набрала хороший ход. До встречи с магнитогорцами Сибирь одержала 6 побед в 7 играх. Начало поединка осталось за хозяевами, но постепенно «Металлорг» выровнял ситуацию, а второй период и вовсе прошел с подавляющим преимуществом гостей, которые нанесли 18 бросков против трех у соперника. Мы очень рады, что команда выполнила установку. Но это игра плей-офф. Это вот примерно такой накал. До конца основного времени и овертайма счет так и не был открыт. Василий Кошечкин отразил в этот вечер 23 броска, а его коллега Алексей Красиков – 39. В серии буллитов пробить голкипера хозяев сумел только Иеропа Каринен. А вот Артема Загидулина, который сменил Кошечкина, огорчили двое соперников – Жильбер Брюле и Юка Пельтала. Итог 1-0. Последняя домашняя серия «Металлорга» в уходящем году начнется 8 декабря матчем против «Спартака». Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире в субботу в 16 часов 20 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВН.